Несколько сотен екатеринбуржцев пострадали от банкротства очередного туроператора. На этот раз Южный Крест, входивший в десятку крупнейших, объявил о своем крахе. У многих отдыхающих оказались неоплачены билеты домой. По примерным подсчетам, только уральцев, клиентов Южного Креста не менее тысячи. Кто будет возвращать их на родину, могут ли они рассчитывать на компенсации, и что делать тем, кто уже заплатил, но еще не успел улететь на курорт. Подробности у наших корреспондентов. На отпуске, на который копились подруга полгода, студентке Ксении пришлось поставить крест. Туроператор, через которого они заказывали путевки в Китай, заявил о банкротстве, когда уже паковали чемоданы. Хотели полететь на Хайнане, также Китай, купили заранее путевки 11 июля, оплатили. Нам повезло, что мы думали до последнего, не оплачивали всю сумму. То есть мы оплатили только половину. Хотя бы в этом мы выиграли. Так повезло не всем. Большинству клиентов оплатили всю сумму. Лариса Николаевна в страховой компании документы заполняет и за себя, и за друзей. Из-за Южного Креста пенсионерам не светит ни отдых, ни праздник. У меня юбилей, и мы с друзьями, 10 человек, собрались отдохнуть на острове Хайнань в Китае. Мы все пенсионеры. И праздновать юбилей поехали, такой пенсионный, да, собирались. И поэтому 73 тысячи для нас это деньги большие. О том, что Южный Крест приостанавливает деятельность, стало известно накануне поздно вечером. Компания была в десятке крупнейших туроператоров страны и работала 16 лет. Имела офисы в 15 городах, не считая Екатеринбурга. Один из местных офисов сегодня закрыт, другой штурмуют расстроенные и возмущенные клиенты. Сколько туристов оказалось в пролете, пока не ясно. Но по приблизительным подсчетам Ассоциации туризма, за границей могут находиться больше 6 тысяч человек. Прежде всего в Греции, Италии, Китае и Доминиканской республике. Еще около 30 тысяч купили путевки на будущие даты. Но в местном офисе от Южного Креста открещиваются. Бронирование происходит в Москве. Договора со всеми агентствами, в том числе и мы, заключались в Москву. Этот туроператор продолжил череду банкротств, начавшуюся летом. Причиной финансового краха Южного Креста и стали разорившиеся компании, как сказано на официальном сайте. Потенциальные клиенты решили не рисковать и планировать отпуск самостоятельно. Приостановка деятельности связана с сильным падением спроса на туристический продукт. На фоне банкротства ряда крупнейших туроператоров. Туристам уже советуют собирать документы для страховой компании. Правда, учитывая, что финансовые гарантии у туроператора были небольшими, всего 100 миллионов рублей, рассчитывать на стопроцентное возмещение ущерба вряд ли стоит. Едва ли этой суммы хватит для погашения всей задолженности. Потому что объемы действительно у туроператора достаточно серьезные были. Скорее всего, объем денежных средств, необходимый для выплат, в несколько раз больше этой суммы. Шансы вернуть все деньги за путевку невелики. Судя по опыту, пострадавшим не вы и лабиринты пока вернули копеечные компенсации. Менее 5% от стоимости тура. Впрочем, чтобы вернуть хотя бы часть денег, туристам нужно сперва вернуться самим. У многих не оплачены ни отели, ни обратные билеты. Маргарита Гордеева, Надежда Маркова, Анна Солодянкина, Ярослав Прохоров. Новости 41-го канала.